В обстоятельствах гибели сироты на пожаре в Селивановском районе разбирается следком. Трагический случай произошел 25 января в деревне Лобаново. На пожаре в частном доме погиб 6-летний мальчик и его опекун 44-летний дедушка. Следователь уже сейчас заявляет, что история этой семьи сложная. Мама родила ребенка рано, была лишена родительских прав, а папа умер. 6-летний ребенок жил с опекунами, 42-летней бабушкой и 44-летним дедом. В пятницу вечером мальчика забрали из детского сада, вся семья села ужинать, причем алкоголь на столе присутствовал. Уже после 8 вечера все улеглись спать, а через некоторое время бабушка ребенка проснулась, почувствовала запах дыма, но решила, что он исходит от печки, поэтому просто вместе с ребенком ушла спать на кухню. Но и там ее снова разбудил едкий запах. Поняв, что в доме начался пожар, бабушка разбудила ребенка и выбежала на улицу, при этом не убедившись, следует ли за ней 6-летний малыш. Оказавшись на улице, она стояла, рассматривала, что происходит, а в это время нужно было, как говорят наши эксперты, разбить окно на кухне и вытащить мальчика. Это одноэтажное здание не представило бы никакого труда спасти ребенка. А по факту малыш, испугавшись происходящего, оставшись один, не поняв, что происходит, не проследовал за бабушкой, он испуганно и забился под стол. Там его и обнаружили. Как отмечают эксперты, мальчик и его опекун задохнулись от угарного газа. Термические ожоги были не смертельны. А вот что касается самой бабушки, то первоначально она пыталась ввести следствие в заблуждение, видимо, понимая, что ее поведение при пожаре вызовет вопросы. По предварительной информации, причиной возгорания стала неисправная проводка. Площадь пожара составила 72 квадратных метра. Теперь следком будет оценивать, как работали в этом районе органы системы профилактики. Ведь семья, где воспитывался сирота, должна стоять на контроле. Следителям известно, что взрослые злоупотребляли алкоголем, а мальчику не всегда уделялось достаточное внимание. Даже мама, лишенная родительских прав, понимала и озвучивала, что в абсолютно опасном положении находится электропроводка. То есть в этом доме в любой момент мог случиться пожар. Более того, у дедушки погибшего была привычка засыпать сигареты в постели. Остается добавить, это первый случай гибели ребенка на пожаре в этом году. В 2018-м при подобных обстоятельствах погибло 9 детей.